приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про трейд-ин буквально недавно казалось бы он был и вот опять но в начале видео покажу трех победителей по 500 золота из прошлого видео но если вы играете на ru by регионе я все время говорю только ru но сюда еще входит и беларусь же если вы играете в этом регионе не забывайте в конце комментарии писать никнейм для участия в розыгрыше золота в следующем видео покажу также 3 по 500 но мы переходим к трейды ну он снова обновился теперь и новые танки доступны в трейды не че в тнт-95 бафорс торнваген и калибан ну и понятное дело что они все по 11 тысяч золота поскольку цены уравняли теперь про выгоду в золоте особо можно не задумываться сейчас на экране появится список новые танки которые можно сдать за полную стоимость и все эти танки на мой взгляд неплохие и сдавать их не стоит поскольку вряд ли вы найдете танк который будет лучше чем вот это единственное исключение если вам очень противен танк из этого списка здесь уже вкусовщина решайте сами также вот список танков за 70 процентов стоимости которые можно сдать а вот за 70 процентов стоимости новые танки которые можно сдать здесь есть из чего выбрать большая часть этих танков конечно же хорошие и сдавать их не стоит но есть парочка которые выделяются допустим супер халкет его можно было получить 2019 году как заслуженная награда как это танчик сюда попал не знаю но этот танк был получен всеми на халяву на мой взгляд танчик максимально обычный ничего сверх естественно в нем нет это единственный танк который можно с выгодой сдать и что-то другое выбрать теперь огромный список танков которые можно сдать за 50 процентов стоимости большая часть танков из этого списка очень хорошие танчики и сдавать их наверное я бы не рекомендовал опять же вкусовщина если вам конкретно какой-то танк почему-то не нравится также еще нужно понимать что это самый невыгодный курс за 50 процентов поскольку вам остальные 50 процентов нужно будет доплачивать и мы видим что сюда попадают уже всякие базе 176 бураски шкоды елка и многие другие имбовые хорошие танки получается что леста уже достаточно количество этих танков забрала у игроков что засунуло их в самый невыгодный курс где нужно доплачивать 50 процентов что можно сдать за 50 процентов ну понятное дело evan 90 он всегда был на первом месте в рейтинге танков которые сдают но я думаю что теперь его будут сдавать намного меньше поскольку это не так выгодно прошлые разы он сдавался один к одному сейчас же он сдается всего лишь за 50 процентов я бы за 50 процентов сдавал какие-нибудь то 2 кроме вельбе черчилль 3 к в 222 а т 15 а вот это вот что-то из низкоуровневого неведомое зачем она нужна и что-то из этого что вам не нравится я бы наверное сдавал но здесь вроде как даже есть и неплохие танчики по типу панзерков ваген 54 это корпус от пантеры на пятом уровне вот допустим сдали мы супер халкет а какой же танчик мы можем выбрать что нам взять 8000 стоит супер халкет мы его сдаем за 70 процентов получается 5600 если я выбираю какой-нибудь старый с 1 то мне нужно доплатить еще 5400 золота какой бы танчик я посоветовал взять или что более-менее похоже на нормальный танк из чего бы я выбирал но тот же самый старый с 1 вроде как неплох но на любителя им play если вы лт вот какой-нибудь цен лак но он не простой танчик типичный лт про урон вазе 121 ft танк и с броней и с дпм и с пробитием и с маскировкой единственное что пушка кривая и играть на нем нелегко а моих cda 105 тоже такой более-менее танк чуть-чуть брони скорость маскировка уэнчики пушка вроде как точно с пробитием и л7 один из лучших танков на седьмом уровне по всем параметрам кроме одного он очень плохо ездит это наверное единственный его крупный минус хвк 30 очередной лт про урон большой сарай такой скорее размером как ст чуть ли не как тяж быстрый подвижный но активно светить на нем тяжело торнваген но очень даже на любителя танчик бронированный тяжело пробивается но медленный и с кривой пушкой но есть пробитие turtle 1 наверное это танчик один из самых интересных из тех которые я перечислил это скорее тяжелый танк без башни который играется в ближнем бою от рельефа от у венчиков пробитие здесь как у тяжелого танка хорошие у вены хороший дпм единство что нет башни нет пробития как у пт-8 достойного но пробитие здесь на уровне тяжелого танка в ближнем бою ромбики там от холмика выраешь принципе интересная каньях panzer 105 тоже неплохая пт-шка быстрая сточная пушка но ноль брони и также есть еще т92 обычная удобная приятная лт 8 уровня если посмотреть на все танки которые я перечислил ни одного имбова потому что здесь то и выбрать не из чего это я еще выбрал лучшее то есть мы видим что воспользоваться трейдином себе во благо в плюс очень тяжело большая часть танков которые мы сдаем они все хорошие и сильные очень тяжело подобрать какой-то танчик себе выгоду я вот вам подобрал супер халкет который бесплатно раздавали 2019 году танк обычный ничего в нем сверх какого-то там нет он еще и бесплатный если он у вас есть можете задуматься о том чтобы его слить также он еще и сливается не по самой плохой стоимости за 70 процентов это прям подарок но видим что в списке танков которые можно выбрать себе и получить даже с доплатой я вам перечислил танки на мой взгляд лучшее из тех что есть и даже они я бы не назвал каким-то прям супер великолепными это просто обычные нормальные танки на которых не так уж легко реализоваться нужен скилл нужны умения и все равно у вас будет ну просто нормальный дай бог результат на них и все ни одной имбы ни одного сверх танка какого-то там все в балансе а остальная большая часть танков они даже еще и хуже я бы даже назвал не очень я постарался выжать максимум что можно из этого трейды на и посоветовать вам самое лучшее что есть большая часть танков которые можно сдать они хорошие и сдавайте их только по своему вкусу если что-то вам прям сильно не нравится на свой страх и риск поскольку плохих танков там почти нет ну я наверное забыл упомянуть что трейды начинается седьмого августа в 3 мск и заканчиваться 14 августа в 3 мск то есть скоро начнется с вами был аршик карате красиво подписывайтесь ставьте лайк всем удачи пока пока пока